Всем доброго времени суток в эфире Инсталайф. Это прямой эфир для абитуриентов. И сегодня у нас в гостях Институт физики Казанского федерального университета, которому вы сможете задать вопросы о поступлении, особенностях образовательных программ и учебном процессе. На все ваши вопросы с большим удовольствием ответит доцент, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по образовательной деятельности Института физики КФУ Наталья Викторовна Болтакова. Добрый день. Напоминаю, что вопросы можно задавать в инстаграм-аккаунте Казанского федерального университета. Ну и для начала передаю вам слово, чтобы вы так поприветствовали будущих абитуриентов и рассказали немножечко о том, что же из себя представляет Институт физики в 2021 году. Здравствуйте, дорогие абитуриенты, уважаемые родители. Мы рады вас приветствовать сегодня онлайн и также рады вас приветствовать очно на дне открытых дверей Института физики, который состоится 10 июля в 11 часов, где вы познакомитесь воочию с устройством Института физики, что он собой представляет, пройдете по интересующим вас кафедрам, а их у нас 15, пока такая интрига, когда вы будете учиться, возможно их станет больше. Это говорит о том, что в Институте физики реализуется множество направлений, где вы можете реализовать все свои интересы, реализовать свой потенциал, развить свой потенциал, набраться опыта у преподавателей, у ученых, у научных сотрудников, которых у нас тоже очень много, и все они участвуют в учебном процессе. Вы можете заниматься абсолютно всем, что вам интересно. Если вам интересна математика, у нас есть специальная кафедра, которая занимается математической физикой, у нас есть кафедра теории относительности, которая занимается вопросами космологии. С космологией у нас связана также кафедра астрономии и космической геодезии, у нас есть радиофизическое направление, физическое, у нас есть ряд инженерных направлений, это биотехнические направления, нанотехнологии. Если вас больше интересует продвижение научных идей в массы, в промышленность, в народ, у нас есть направление инноватика, поэтому вы можете реализовать абсолютно все, что хотите. Ну и давайте перейдем к блоку вопросов. Первый вопрос, который волнует большинство абитуриентов, это каким образом можно подавать документы на поступление онлайн, все-таки говорим о гибридном формате, что и так, и так документы принимаются. В институт физики можно подавать документы так же, как и в другие институты Казанского федерального университета онлайн, можно приехать очно, то есть это на выбор абитуриента, на выбор, может быть, родителей, кто опасается передвигаться, могут полностью подать все документы, все заявления онлайн. Есть одно замечание, сейчас поступает множество документов, мы принимаем с удовольствием ваше заявление, но много заявлений остается без прикрепленных документов, то есть все идеально заполнено, все поля заполнены, но нет ни одного прикрепленного документа. Поэтому обращаю ваше внимание, что обязательно должны по каждой строчке, которую вы заполняете, быть прикреплены копии документов, PDF. Если это заявление, то оно должно быть сначала распечатано, подписано, отсканировано и прикреплено. Оригиналы документов на данном этапе не требуются, то есть мы все документы примем у вас в электронной форме, и если вы подадите согласие с зачислением и выдержите наш конкурс, мы вас зачислим на основании электронных документов. Второе по популярности, наверное, вопрос, это сколько бюджетных мест в вашем институте и на каких они направлениях рассредоточены? Бюджетных... Ну, говорим мы о бакалавриате, естественно. Ну, информация о бюджетных местах у нас размещена также на сайте приемной комиссии Казанского федерального университета, то есть институт физики, как и другие институты, свою приемную комиссию не организуют. У нас центральная приемная комиссия в университете, и на сайте также вы можете все цифры посмотреть. То есть направлений у нас много, каждое озвучивать, наверное, я не буду, но могу сказать самые крупные, например, физика, бакалавриат 60, радиофизика 50, остальные направления бакалавриата 25, и самое маленькое – это геодезия 15. Вот если кратко, то так. Расскажите, пожалуйста, про профили и направления физика, чем они отличаются между собой? Бакалавриат, да, имеется в виду, наверное. У нас на направлении физика два профиля – физика квантовых систем и квантовые технологии, физика живых систем. Физика живых систем предполагает исследование соответствующих объектов, применение соответствующих технологий, то есть когда акцент делается на биологические объекты, на какие-то практические приложения, связанные с применением в медицине или в биологии. И вот эти две сферы биологии и медицины связаны между собой, конечно, потому что все мы представляем собой биологические объекты, и все, что связано с исследованием человека, безусловно, является сферой исследований биологических объектов. Немножко тут видоизменились правила приема, добавилась выборность экзаменов, поэтому правда ли, что в институт физики можно поступать сегой не только по физике, но и по химии, по информатике? Да, на некоторые направления ребята могут выбрать сами, какую дисциплину они предъявят в качестве зачетной, скажем так. Некоторые направления сохранили жестко три ЕГЭ, которые были до этого классические. Это наши классические, опять-таки, направления физика, радиофизика, астрономии, геодезии, где принимается только физика, математика и русский язык. Остальные направления расширили набор, поскольку все-таки в нашу жизнь входит все больше междисциплинарность, и те же самые нанотехнологии, и инноватика, они связаны с большим набором знаний из разных областей, которые понадобятся ребятам. Поэтому вот этот спектр ЕГЭ также расширился. Ребята могут сами выбрать, какую дисциплину им сдавать, или если они сдали несколько дисциплин из этого перечня, предъявить ту, где больше они баллов набрали. Какие проходные баллы были в прошлом году для прохождения на бюджет? Давайте, опять-таки, на самые крупные направления подготовки ориентироваться. Все эти данные есть на сайте, но могу сказать, по радиофизике, то есть средний балл, если говорить о бюджете, конечно, большая часть у нас абитуриентов. Радиофизика – это 227 баллов, физика – 228, то есть фактически вровень идут. Вот это самые крупные два направления. Остальные направления у нас варьируются в зависимости от популярности, безусловно, на информационную безопасность более высокие баллы, и конкурс больше. Расскажите, пожалуйста, про бакалавриат поговорили, давайте про магистратуру немножечко. Какие направления подготовки в институте физики в магистратуре реализуются? У нас реализуются направления, практически те же направления, что и в бакалавриате. Это физика, радиофизика, инноватика. И что интересно, в этом году у нас в магистратуре по физике открывается новый профиль по теоретической физике. Он называется полностью теоретической физикой моделирования физических процессов, куда могут идти ребята, которые занимаются больше теоретическими исследованиями, моделированием различных систем, построением теорий, связыванием эксперимента и теории, или объединением каких-то существующих теорий, которые описывают какие-то пограничные, допустим, состояния. А вот как-то между собой эти теории нужно связать. А другие два направления, они более прикладные. Это медицинская физика и физика перспективных материалов. Еще интересуются люди, как в этом году будут проходить вступительные испытания в магистратуру, дистанционно или очно, или в гибридном формате? Будут проходить в гибридном формате на усмотрение абитуриента. То есть, когда абитуриент заполняет личный кабинет, он там выбирает, в каком формате он будет сдавать экзамен. Мы готовы, наши комиссии готовы и оповещены, что они будут принимать экзамены и в очном формате, и в дистанционном. На сайте приемной комиссии расписание экзаменов и консультаций размещено. И если вы посмотрите, там приведена ссылка на дистанционную аудиторию, на дистанционный формат, а также приведена живая настоящая аудитория, куда человек может прийти и сдать усно. А что касается бакалавриата, нужно ли сдавать внутренние экзамены для поступления в ваш институт на бакалавриате? Внутренние экзамены нужно сдавать тем, кто не сдавал ЕГЭ. А остальным это не нужно делать. Мы принимаем по ЕГЭ. Доступ к базе данных университета есть, и как только они там появятся в федеральной базе, эти результаты мы их автоматически получим. Что изучают студенты, которые обучаются на информационной безопасности автоматизированных систем? Перспективное ли это направление? Вперед так, если заглядывать. Естественно, оно уже востребовано. И поскольку у нас идет цифровизация экономики, цифровизация промышленности, то есть мы все больше уходим в этот дистанционный формат не только в образовании, но и в исследованиях, и в производстве, безусловно, защита информации становится все более актуальной, поскольку все больше информации у нас находится в процессе передачи. И эту информацию нужно защищать. Это актуально не только для какой-то секретной информации, это актуально и, вернее, вся личная информация секретная, то есть не только для каких-то современных технологий, допустим, военных технологий, это также актуально для наших с вами личных данных, тот же медицинских электронных карт, то есть чтобы информация о вашем диагнозе не ушла куда-то вне, чтобы никто не узнал о том, чего вы не хотите. То есть в любой сфере защита информации нужна. И в медицине, и в коммерческих структурах, и в каких-то разработках, чтобы не ушло ваше ноу-хау, ваше открытие, чтобы все осталось внутри организации. Почему на разных направлениях института физики разный срок обучения? Где-то 4 года, где-то 5, где-то 6 лет. С чем это связано? Связано с тем, что дипломированный специалист должен обладать определенным набором компетенций, которые он должен приобрести. И, например, больше срок у нас на педагогическом образовании, 5 лет обучения, естественно, наряду с дисциплинами физика и математика, поскольку мы готовим учителей физики и математики. Эти специалисты должны быть компетентными в области педагогики, в области психологии. У них должна быть обширная практика, чтобы они, выпустившись, могли сразу пойти работать в школу, обладая уже всем нужным набором компетенций. И с этим связан удлиненный срок. Еще больший срок, 6 лет у нас на специалитете астрономии. Это также связано с тем, что ребята получают двойную квалификацию. В дипломе у них написано астроном-преподаватель. То есть они могут быть и астрономами, и преподавателями. И с тем, что у ребят много соответствующей практики по астрономии, когда они выезжают в обсерватории и проводят там реальные измерения, наблюдения. Вот как раз следующим вопросом было, где проходит практику студенты-астрономы, и реализуется ли она у них как летняя, или в семестре тоже бывает такое? И в течение семестра есть учебная практика. Это не только у астрономов, это на всех направлениях. У нас у ребят есть практика и в течение семестра, особенно на 3-4 курсы, когда у них начинается научно-исследовательская работа. Первые два курса у нас в основном учебная практика, а начиная с третьего курса, все старшие курсы проходят производственную практику, которая включает в себя научно-исследовательскую работу. И в течение учебного года проходит практика, и летом также на всех направлениях есть практика. Астрономы проходят практику, как и в нашей обсерватории Ингельгарда, также выезжают на Кавказскую обсерваторию. Ну, кому повезет, могут и в Турцию съездить. Говорят, что учиться в институте физики достаточно сложно. Есть ли у вас студенты, которые совмещают учебу с работой? Как к этому относятся преподаватели? Действительно, учиться в институте физики сложно, но интересно. Если тот, кто интересуется, все равно трудности будут. Если легко учиться, это значит, что ты ничему не учишься. Поэтому учиться всегда должно быть трудно, хотя бы немножко. Совмещать с работой нежелательно, конечно, поскольку насыщенный учебный процесс, особенно первые два курса, когда идет интенсивная накачка математического аппарата, добор знаний по физике сверхшкольного. То есть человек набирает базовые знания, и многие не выдерживают именно первый-второй курс. А все самое интересное начинается с третьего курса, когда люди уже распределяются на кафедры, выбирают себе научных руководителей, и начинается спецкурс. Вот там начинается самое интересное. И если человек себя хорошо проявит, все студенты включаются в реальную научную работу, потому что все выпускные работы у нас связаны с реальными научными проектами. Это не просто тема, которая выдумана для того, чтобы студент выполнил выпускную работу. Поэтому при хорошей отдаче студент уже включается в гранты, включается в научные темы, и у него нет необходимости где-то подрабатывать, если он испытывает финансовые трудности. То есть человек уже начинает зарабатывать своим интеллектуальным трудом. Хотелось бы подробнее узнать про направление геодезия и дистанционное зондирование. Чем оно может быть интересно абитуриенту? Геодезия и дистанционное зондирование. Первое слово, оно, наверное, всем уже понятно и привычно. Геодезия. Геодезистов мы видим повсюду, особенно летом, когда у нас активизируются дорожные работы, когда у нас происходит межевание участков. То есть вот эта часть всем знакома. То есть кадастровый инженер, специальность очень востребована, и здесь можно об этом не говорить. То есть это человек, который всегда будет с работой. Вторая часть, это достаточно современное направление, и все мы знаем уже, что карты сейчас и то же самое межевание участков не осуществляется обычными рулетками или даже лазерными рулетками, что инженер к нам приезжает с ноутбуком, в котором у него карта, полученная со спутников, которые в большом количестве вокруг нашей планеты вращаются, и все координаты определяются со спутников. Вот с этим связано дистанционное зондирование. То есть использование современных технологий при построении карт. Давайте еще немножко поговорим о заселении в общежитие. Какие документы требуются для заселения в общежитие? Когда будет известен график заселения в общежитие? И вообще, где будут проживать студенты-первокурсники? Так вот, по поводу комплекта документов по заселению я, к сожалению, некомпетентна, и я не буду отвечать на этот вопрос, чтобы не ошибиться и не вести вас в заблуждение. В принципе, весь перечень документов есть на сайте. Абитуриентов. Но могу сказать, что у нас абсолютно весь первый курс всегда заселяется в общежитие. Ребятам просто нужно помнить, что подать заявление о необходимости общежития. И тогда точно ребята будут обеспечены общежитием. Есть ли в институте физики заочное обучение? Заочного обучения в институте физики нет. Интересует график жизни студентов. Сколько длится семестр, когда у студентов каникулы? Семестр длится, первый семестр с сентября, с первого сентября по 30, вернее он в январе у нас заканчивается, по 25 января, там может быть в конце января, и потом каникулы две недели, как правило, и в начале февраля начинается второй семестр, который заканчивается тоже у всех с небольшими различиями. Конец июня, начало июля. То есть небольшие в несколько дней разницы в графиках, в учебных процессах на разных направлениях есть. И летом каникулы. Вопрос о международном сотрудничестве. Есть ли у института физики какие-то договора о партнерстве с коллегами из других стран? Безусловно, институт физики сотрудничает с многими европейскими странами, с Азией, то есть и с Японией, и с Турцией есть проекты. И есть наряду с другими структурами института, то есть кроме научных проектов, в которых задействован именно институт физики, ребята могут участвовать в программе академической мобильности, в которой могут участвовать все студенты Казанского федерального университета. Ну и как бы в частных программах института физики тоже. А что нужно сделать, чтобы поехать за рубеж на стажировку, например? Нужно, во-первых, хорошо учиться. Любой конкурс предполагает конкурсный отбор, поэтому он называется конкурс. То есть оба кого не берут. Нужно приложить копию зачетки с оценками за один или два семестра разной программы по-разному. Требуется знание языка, поскольку человек едет туда, чтобы получать образование, чтобы получать какой-то опыт в исследованиях, научиться чему-то, и там его не будут учить языку. Он едет не в языковой центр, он едет в какой-то научный центр, чтобы получать свои профессиональные компетенции. Поэтому обязательно знание языка. И рекомендация от руководителя. То есть чем человек занимался, какой-то багаж, что он знает, какие методики он уже освоил, чтобы там поняли, что они могут принять спокойно этого человека, не доучивать его до нужного уровня, что человек приехал, его сразу включают в научную группу, и он работает. А как поступить в магистратуру? Что для этого нужен? Какой пакет документов? И вообще бывает ли такое, что люди приходят с абсолютно других направлений, например, гуманитарий вдруг решил пойти в магистратуру института физики? Какой нужен пакет документов? Пакет документов практически тот же, что и для бакалавриата. Просто отличие в том, что в бакалавриат поступают люди, предъявляя аттестат о школьном образовании, а когда человек поступает в магистратуру, он должен предъявить диплом о более низкой ступени, о бакалавриат, например, или специалитет. Есть люди, которые поступают с других направлений, но, как правило, это близкие направления, поскольку человеку всё-таки нужно сдать физику. И не все способны сдать физику, не все гуманитарии способны сдать физику, чтобы получить возможность обучения в магистратуре по физике. Ну и как раз-таки в каком формате реализовано вступительное испытание? Это тест, собеседование? В магистратуру имеется? В магистратуру это устный экзамен, то есть ребята, есть программа, ребята могут с ней предварительно ознакомиться, и комиссия может распределить вопросы, и потом может беседовать по какому-то конкретному вопросу, и сдавать вопросы из программы другие. То есть на общее развитие человек ориентируется или нет, в данной области знаний способен, будет он дальше учиться или нет, не будет ли ему трудно, не нужно ли ему еще что-то доучить. Вернемся к бакалавриату. Есть ли возможность у иностранных студентов поступить на бюджет? И соответственно, что для этого нужно? На бюджет могут поступить небольшая доля иностранных абитуриентов, может поступить на бюджет, но для этого должен быть договор с университетом, вернее не с университетом, а между странами, о том, что граждане данных государств претендуют на наши бюджетные места. Но таких стран, по-моему, немного, я тоже затрудняюсь все перечислить. Наверняка на сайте есть. И иностранным абитуриентам я рекомендую обратиться в приемную комиссию, которая занимается именно отдельно приемом иностранных абитуриентов, потому что там есть свои нюансы по поводу документов, по поводу... У них немного отличается набор документов, им нужны заверенные копии документов, нужны переводы этих документов заверенные, поэтому там есть свои нюансы и свои сложности. Смотрите, а что касается целевых мест, есть ли таковые в этом году? Целевые места у нас на некоторые направления есть. Они также приведены в контрольных цифрах приема, то есть есть на магистратуру и на бакалавриат тоже они есть. Ну что, большое спасибо за столь подробный ответ. Я напоминаю, в эфире у нас был Инсталайф с Институтом физики. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет еще много-много интересных Инсталайфов, много-много интересных ответов на все ваши интересующие вас вопросы, уважаемые абитуриенты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!